всем привет мои хорошие хочу показать вам вот эту композицию из 2 горшков это я сделал после того как у меня ветром поломала розу вот это новая купленная роза она такая же как это это мне просто повезло что я смогла купить точно такой сорт ну и то что я в нее садила вербена и уфорбия маленькая петуния геранька и алису а также там лежит сердце это подарок бывшей моей соседке которая продала соседний дом вот ну и чтобы этому горшку не было скучно я посадил 2 горшок в него я посадила дефлодению дефлодению тоже геранька но это уже другая геранька это геранька висячая она называется пиларгониум пилтатум также сидит в ней алису петуния маленькая петуния эуфорбия вербина и петония вот таким образом я составила две композиции которые дополняют друг друга по цвету ну и по форме дефлодыния это растение вьющейся поэтому я поставила им палки чтобы они лезли наверх всем кто хотел сказать что ту розочку можно было отрастить еще она бы пошла от корня и так далее хочу вам ее показать ну вот я отломила ее не хочу показать что на она уже больная внутри была поэтому не зря ее сломала вот и этот подвой на которой была привита роза он это не роза я не знаю что это такое на что они розы прививают никогда этим не интересовалась но можно попробовать найти ну в общем этой розе было жить недолго в любой момент она бы погибла так что что случилось чего по чему быть того не миновать что случилось то случилось мои замечательные розы это штамбовая роза это роза сделана как деревце вот это тоже такая же точно такой же сорт и тоже деревца и тоже штамбовая роза распускается роза пароли что-то мне не нравится в этом году ее цветы что-то на нее что-то ее угнетает прям видно что она чувствует себя неважно вот эта роза называется аскот видите какая красавица срезал одну веточку и у вас уже букет просто здорово я вам говорила что у меня было на одной веточке до 20 цветов вот вот такой же приблизительно на такой же сейчас посчитаем так 4 5 8 10 13 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 штук вот на одной ветке 27 штук вот тут тоже тоже очень много здесь тоже 5 8 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 вот на одной ветке 21 цветок вот на одной ветке 21 21 цветок это просто прекрасно вот распускается Эйден роза но когда она полностью расцветет становится белая вот это эйден роза сорт этой розы мы неизвестен ищу уже много лет Но пока еще не нашла Потому что покупала я ее В хозяйственном В строительном магазине И по Уценке Там уже не было ни этикеток, ничего Это одна из моих первых роз Посмотрите какая у нее Величина цветка Крупная Вот А вот это Это Хайди Клун Это роза От дизайнера Который ее вывел Когда распускается, она вот такая яркая А потом становится Вот такого Сиреневого цвета Я не люблю когда лепестки падают На землю, поэтому стараюсь Ее немножко раньше Убрать, чтобы она не сыпалась Потому что падая на землю Они падают на другие цветы И создают такой неопрятный вид Вот Ну вот Как-то так Вот это лазающая роза Или плетущаяся В этом году они как-то покороче Чем обычно В прошлом видео я сказал, что она Саманта Нет, она не Саманта Она Сантана Бывает такое Оговоришься Вот Это тоже Эден роза Вот Такая красавица Когда распускается Очень красиво выглядит Лазят по ней Жуки Вот Ну и это Густа Луиза Люблю ее страстно Хотя форма розы Со мной Мне не очень нравится Она как пион Вот Я очень люблю Классическую форму Вот Ну вот Как-то так Вот Вот это лазающая роза Тоже Называется Симпати Я очень долго искала Такую розу Как у моего деверя И Покупала Красные розы Поэтому у меня есть Сантана И Симпати Которые цветут Красным цветом А вот Эта розочка Заслуживает Отдельного Внимания Это Мини розы Они такие маленькие Вот Вот моя рука А вот розы Видите Прям Мини-мини Совсем Маленькие розы Вот это уже Распускается Она у меня тоже Года 4 Мне ее подарила Заведующая нашего магазина Карин Уже не помню За какие заслуги Просто благодарность Ну вот еще Одного Густа Луиза Эта красавица Радует Постоянно Цветет Обильно Цветок Очень большой Посмотрите Какой величинный Цветок Ароматный Цвет Необычайно Красивый Оранжевый Переходящий В розовый Августа Луиза Это роза Которую нужно Покупать Садить в первую очередь Она вас Отблагодарит На нашем Участке Есть еще Одна роза Вот она Зовут ее Залито У нее Такой Алый Цвет Когда зацветет Я вам покажу Еще раз Это подарок Моей Невестке От ее Мамы Очень Красивая Роза Ну вот Роза Залито Тоже Лазающая Роза Она достает У нас До крыши Всегда Хотя Обрезаем мы Ее Всегда Коротко Наша Роза Залито Ну Вот так Выглядит Мой двор На восходе Солнца Еще Отступить Дальше Нет Возможности Сегодня Я вам Его показываю Часто Это Моя Большая Любовь Вот так Дальше Идет Прицеп И поэтому Розы Закрыты Прицепом Наш Колодец Он работает Вода За день Согревается И вечером Мы ее Расходуем Ну и вот Моя Тетя С новой Шляпкой Вот такая Тетя Красавица Ну вот Как-то так Вот здесь Стоят еще Травки Приправки Это Баум Базиликом Ну базилик А рядышком Стоит Розмарин Как сказать По-русски Не знаю Хеньки Розмарин Значит Свисающий Специально Его купила Чтобы он Свисал Из моей Замечательной Леки Но здесь Ему не место Он перейдет На свое Постоянное место И тогда Я вам покажу Это все Комплект Еще раз Покажу вам Свою Круглую Клумбу Вот эти Две Агавы Приехали С Канарских Островов Маленькими Маленькими Детками Вот Также На этой Клумбе Посажены Ачитки Вот этот Ачиток Цветет Желтым Цветом Здесь Есть Ачиток Который Будет Цвести Коричневым Цветом Красным Цветом Цветет Красово Ну Также Здесь Посажены Каменные Розы Они Называются Эшеверия Ну Что Еще Здесь Вот Это Капуста Как Говорит Моя Невестка Это Тоже Эшеверия Эшеверия Очень Много Разновидностей Ну Вот Как-то Так Вот Эти Каменные Розы Они Тоже Зацветают Они Начинают Разрастаться Шишки И Выпускают Цветонос Ну Я думаю Что Мы За этим Будем Наблюдать И Увидим А вот Так Называется Борьба За Жизнь Посеялась Выросла Сама И борется За Свою Жизнь Вот Такая Воля Жизни Аминь Продолжение следует...